всем привет всем здравствуйте у нас сегодня прямой эфир презентация новых бас цветных мы уже делали презентацию гамма-бэйс с 1 по 4 номер а сегодня презентация гамма-бэйс с 5 по 10 номер это получается вышли 6 новых ну так как лето добавили неоновых цветов потому что напомню первые четыре вышли пастельные цвета сейчас вышли неоновые и вообще если взять на перспективу впереди вас ждет очень много коллекции гель-лаковых цветных бас если раньше мы больше были сосредоточены на то чтобы больше производить коллекции цветных гель-лаков да то ближайший год у нас запланировано что мы будем вас радовать очень часто разными коллекциями именно цветных бас потому что все идет к тому что все стремятся как можно сильнее сократить время работы на одного клиента на одну процедуру вот поэтому что касается самой формулы да вот гамма-бэйс что это такое гамма-бэйс она включает в себя две новые формулы под этим названием гамма-бэйс будут выходить разные коллекции и плотные и полупрозрачные и яркие пастельные и какие-то более сдержанные полупрозрачные с эффектами без эффектов но у них все время будет две формулы вот как понять это гамма-бэйс какая формула обычно в описании карточки товара на валбересе на эми шоп либо если вы запрашиваете эту информацию менеджера по работе с салонами красоты можно спросить это жесткая база гамма-бэйс либо это эластичная база гамма поставьте плюсики если это понятно что под названием гамма-бэйс у нас будут использоваться две формулы это у нас новая разработка мы разрабатывали последние наверное два года когда у нас случилось своп с рынка во первых ушли очень многие производители где мы закупали такие вещи как пигментные пасты какие-то хим и элементы в том числе что-то закупалась с европой сейчас невозможно закупать поэтому пришлось многие моменты пересматривать по составам в том числе вот поэтому очень много потратили времени на то чтобы разработать какую-то новую такую формулу на котором мы сейчас будем разрабатывать все следующие коллекции и камуфлирующих вас в том числе поэтому мы сделали такое название отличительная гамма-бэйс вот в этой гамма-бэйс будет для форма можно зайти когда даже вот так вот сделать смотрите вот гамма-бэйс да и она у нас будет делиться на две формулы 1 формула 1 формула она будет эластичная а вторая формула будет хард жесткая вот это понятно визуально они будут все идти смотрите под одним названием гамма-бэйс как понять это эластичная либо жесткая просто спрашивайте у менеджеров либо читайте в описании и так что за формула у номеров с 5 по 10 с 5 по 10 как раз вышла вторая формула по характеристикам она очень конечно похоже на эластичную вот разница в чем эластичная понятно что она со свойствами каучука более эластичная до хард она чуть-чуть пожестче каркаса дает в более тонкий слой если мы возьмем например так сейчас у меня немножко может до бумажку держать так вот на год на ноготочки нарисуем в общем в чем будет чувствоваться вот эта эластичность и жесткость если мы на нас нанесем одинаковый слой да вот одинаковый слой толщину эту эту формулу вот эта формула в тонкий слой например тоньше чем вот здесь вы например нанесли она будет держать каркас одинаково это если тонко нанести она будет все-таки чувствоваться что например что-то начинает гнуться до вывод какой что если ногти мягкие как тряпка а вам нужно сделать максимально тонкое моделирование вот имейте ввиду что эластичную нужно все-таки прям так замоделировать чтобы была толщина то жесткая hard позволяет смотрите позволяет этого не делать вот поэтому ставили много экспериментов на разных моделях с разными ногтями и поняли что hard база да вот это жесткая она терпит недостатки особенно начинающих мастеров вот например но человек недостаточно правильно замоделировал не дал толщины там где надо так вот hard она терпит недостатки в работе мастера она держит каркас в тонкую толщину если вам какой-то причине была лень сделать нормальное моделирование вот это имейте ввиду что разница между эластичная и hard в том что это в тонкий слой будет давать все равно каркас вот что еще что еще и не сказала так сегодня мы работаем на живых руках дай-ка мне ту руку сегодня мне помогает юля технолог вот я буду сейчас все комментировать она уже заранее сделала маникюр модели чтобы время сейчас не тратить и мы из шести оттенков нанесем вам 5 чтобы вы посмотрели как она моделируется как она наносится и как она комфортно вообще в работе этому же одну руку сделали как раз у нас был эфир в запрещенной сети вот да мы уже сделали клиенту пять пальцев и так как клиент едет на море мы сейчас будем то же самое повторяет на этой руке вот и начнем мы с первого оттенка в этой формуле оттенок номер 5 обязательно наносим nail prep мы маникюр уже сделали и понятно что есть остатки влаги от того же пути кремовера и вот остатки влаги очень хорошо nail prep убирают это очень хороший дегри гидротан поэтому обязательно nail prep покажи вот так удобно буду сама снимать тебе дальше у нас идет ультрабонд это грунтовочный материал для сцепки сейчас пока делаем все как обычно по технологиям тонкий слой ультрабонда а ты туда наверно тот кабинет смотри прямо 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 проходи я прошу прощения вышла из камеры из кадра не в суша остановить подачанки сейчас извините секундочку отсюда смотри видишь кабинет сейчас девочки прошу прощения заходи все прям открывали там и там ждут вот как раз съемки я просто на 4 спрашиваю да ты будешь на 4 нужно мы ждем модель 4 часа хорошо так прошу прощения тут просто отвлеклись так дальше продолжаем делать без гель дальше идет без гель это жидкая база у нее самая сильная адгезия и в тонкую толщину она дает очень качественное сцепление любых последующих материалов там акри гелем вы работаете гелем классическим либо гель лаками да но в данном случае мы сейчас будем скульптуру наносить гель лаковую цветную базу вот это конечно любовь это наверное самый популярный продукт у нас линейки бейс гель это наверное самая универсальная база вот что ее даже очень часто и для классической системы используют для линейки гамма бейс мы решили применять именно эту базу тоненьким слоем что вы должны понимать любом случае цветной пигмент есть цветной пигмент он всегда препятствует адгезии вот тем более например эта коллекция до с 5 по 10 номер сейчас вы увидите какая высокая пигментация и нам чтобы снивелировать этот момент цветного пигмента конечно тонкий слой наносится базы тоненький слой сушим и теперь приступаем уже к покрытию первый цвет мы выбрали вот такой синий неоновый очень плотные очень плотные да из этих вот шести оттенков там возможно фуксия будет не прям гипер плотная но тоже плотная плотная просто мы покажем как наносить два слоя так понятно что длина небольшая короткая поэтому нам будет очень удобно в принципе в один слой замоделировать эту цветную базу вот поэтому первые сначала тонкий слой максимального аккуратно наносите не сушите а потом только уже начинаете моделировать все и уже спокойно моделируете не течет очень удобно подводить линяркой до обратите внимание что не течет она стоит на месте вязкость кстати вот у этих оттенков с 5 по 10 чуть выше да вот у этой формулы хард чем у гамма эластичные формулы с первого по четвертый номер и очень хорошо сама выравнивается да ночь классно сама выравнивается поэтому по сути вот юля еще сделала в один слой моделировали и сразу напрашивается вопрос по поводу температуры смотрите температура понятно что присутствует но если например мы возьмем наши предыдущие формулы цветные вы знаете у нас много формул гель лаковой линейки температура там везде разная так вот у гаммы сейчас вот если сравнивать с предыдущими всеми формулами наверное самая средняя температура полимеризации понятно что кому-то будет чувствительно в любом случае если ногти тонкие либо после какого-то такого активного снятия когда тебя пластина истинчина вот еще и я обратила внимание что каучуковая до эластичная формула гаммы она чуть чуть погорячее будет формула хард которую вот мы сегодня вам сейчас показываем чуть чуть более холодная вот но я считаю что очень комфортно ну как бы вообще нормально ну как бы тепло ну кому-то возможно будет чуть больше чем тепло а так вот кайфово так дальше номер каршка 6 номер 6 . красивый такой цвет помните у нас была как этот помадка назывался цвет гель-лака неоновая помадка гель-лак помните вот чем-то этот цвет зеленого напоминает эту помадку также сначала максимально тонко наносите сразу не наливайте все теперь выбираете нужное количество все и уже делаете моделирование вот то что я говорила в самом начале сравнивая характеристики гамма-бэйс каучук и вот эту форму хард получается хард позволяет себя наносить достаточно в тонкий слой даже если по какой-то причине мастер не моделирует да но есть такие мастера которые наносят базу в два слоя промазывающими движениями и думают что этого будет достаточно чтобы база будет стоять не у всех она стоит кому-то требуется моделирование так вот хард гамма-бэйс позволяет принципе наносить небольшой такой промазывающий тонкий слой и при этом она будет держать каркас чем-то по жесткости напоминает эйс бэйс вот кто работал с эйс бэйс по жесткости гамма-бэйс хард она напоминает эйс бэйс ну на этом отличие и заканчивается что вязкость офигенная в этой базы смотрите вот юля держит она стоит на месте никуда не течет она сама выравнивается она сама моделируется очень комфортная в работе подскажите какой формуле относятся следующие базы гамма с 11 по 14 вот как с 5 по 10 это будет хард это будет хард там будет четыре классных оттенка белый бледно-бирюзовый лавандовый и голубой и посмотрели на выкраску да кстати следующая коллекция будет тоже состоять из четырех оттенков не из шести и там будет бледнятинка но при этом очень плотно да при этом будет плотно но мы разные эти плотностью экспериментируем потому что есть оттенки в которых кайф сделать высокую плотность иногда хочется сделать какую-то кисель полупрозрачность вот поэтому коллекция будет много вот поэтому пробуйте ищите свои любимчики в новых формулах гамма вопрос а какое время просушки очень комфортное время просушки стандартная схватывается она быстро номер 7 две минуты перед финишем сначала ну как понятно мы сразу две минуты не сушим по очереди наносим в конце можно просушить еще дополнительно одну две минуты уже наносить финиш ну также длина у нас короткая поэтому юля работает в один слой моделирующий сначала наносит максимально тонко и не сушит до бледнятинка следующие номера с 10 по 14 будет hard все правильно они обе формулы гамма и эластичная и hard кайфовые смотрите они обе классные мы сейчас будем собирать собирать обратную связь в течение года полтора наверно либо оставим обе формулы вот либо выберем какую-то одну мне например сложно выбрать между ними вот потому что мне нравится и та и та формула у них у обоих кайфовая комфортная температура полимеризации у них у обоих комфортно классная структура выравнивания очень хорошо моделируются самовыравниваются они текут классные да топ нужен для гаммы все равно такая легенькая дисперсия пусть и сухая кстати практически дисперсии нету я бы сказала стемпинг тоже классно делать обезжиривать в принципе не надо под стемпинг да и уже такая да да просто гамма я подчинливаю да да сейчас мы подпиливать будем вы увидите что мы даже обезжиривать практически нет дисперсии скажем так так бледнятинка когда будет неделя-две вот эти базы уже в наличии так номер 008 это такая фуксия классическая вот сейчас мы на этом ноготочке покажем как в два слоя моделировать то что вы должны понимать если длина больше толщина требуется скульптуры выше толще и понятно что такой плотный материал навалять в одну каплю ну не получится это опасно есть вероятность что просто тупо не просохнет поэтому делаем по следующей схеме в этом случае в этом случае мы делаем в два модель моделирующих слоя либо первый слой делаем тонкий и просто сушим вот а второй слой уже моделирующий вот это если длина большая нужно побольше толщину замоделировать что я вам делаю на этом акцент что многие забывают должны понимать что пигмент цветной когда в таком количестве но он должен же за счет чего-то просыхать поэтому если толщина огромная в за раз налили килограмм но она просто не высохнет лучи ультрафиолета не проникнут глубины все и вторую вот поэтому работаете либо по схеме в один заход сразу нанесли и замоделировали все просушили либо работаете в два захода ну понятно что в два захода чуть-чуть подлиннее будет время обслуживания вот у нас клиента видите такие ногти во первых выпуклые особенно указатель такой они хагрифозные длина короткая нам здесь в принципе не нужна особая толщина и я уже говорила в принципе hard если где-то по какой-то причине не доложили материал она очень хорошо терпит вот эти недостатки тонкого моделирования все в два слоя и сушим еще раз можно сфотографировать оттенки видите у нас две фуксии одна классическая фуксия номер 8 а это такая ну давайте вот 10 у нас просто на десятую пальца не хватило что клиента 5 пальцев мы ее просто нанесем чтобы вы посмотрели тоже красивый цвет фуксии но более такой барбешный барби как снимать через размачивание юль поделись через размачивание снимает а это это формула домально вот юля дает обратную связь ну да я на себе тестировала но естественно выбираем толщину спиливать до толщину конечно нужно убрать хоть как чтобы размачивание лучшим 10 минут я засекала 10 минут хватает очень легко снимается вот но мне например если сравнивать размачивание мне кажется вот которая каучуковая с 1 по 4 размачивается чуть легче и быстрее вот хард конечно из-за того что она чуть пожестче будет чуть-чуть медленнее размачиваться но в любом случае это это размачивает 10 минут только выдержать понизить толщину понятно хотя хард и гамма для каких ногтей подходит для сухих или влажных ну вы должны понимать что если ногти сухие сухие мне кажется разницы нету модели пропускали и с мокрыми сухими гипергидроз и с вертолетами со всякими разные ногти разная форма просто у кого ногти сухие я бы просто рекомендовала бустер дополнительно применять вообще в принципе потому что бустер терапия передает покрытие гель-лака более гель-лак как раз позволяет использовать бустер будет хорошая тема в общем хард и только правильно пишите смотрите ксения павлова хард гамма и эластичная каучук гамма это все гамма все и последний цвет наносим у нас это будет оранжевый классный видите выглядит как будто гель-лак конечно не настолько плотный как гель-лак первый тонкий слой не сушите потом уже набираете каплю делаете толщину моделирования укрепления можно сейчас взять тоненькую кисточку и уже сделать более аккуратную работу еще раз напомню маникюр мы делали предварительно за рамками эфира это уже сделанный комбинированный маникюр все переворачиваете выравниваете но очень комфортное выравнивание все теперь окончательная просушка всех пяти пальчиков круто эфир на руках модели ну конечно продукты для моделирования их лучше показывать вам на моделях здравствуйте подскажите пожалуйста будет ли в этой коллекции база чисто белого цвета смотрите мы раньше времени снимем перчатки через неделю через две будет еще 4 оттенка тоже гамма формула хард вот белая чисто здесь кстати она нанесена достаточно в тонкий слой по что у юли тоже такие выпуклые ногти слегка них агрефозная вот а покажи эту выкраску все таки через неделю она уже будет через две недели этот продукт будет давали мне покажем вот это еще одна коллекция ожидаются как раз смотрите белый голубой такой совсем светлый выбеленные мятные и выбеленные лавандовые бледнятинка поэтому сейчас коллекции будут расти количество коллекции вот первая коллекция было 4 цвета сейчас коллекция вышла 6 цветов через две недели выйдет коллекция из четырех цветов белый да девчонки классный плотно они все очень плотные да они все плотно ну если взять коллекции которые ожидаются а их будет ожидаться каждый месяц может быть раз в два месяца там будет и с блестками и плотные полупрозрачные какие-то темные оттенки такие нестандартные для вас вот поэтому скоро будет в рамках формулы гамма-бэйс хард и каучук очень много оттенков потому что сейчас я пока остановилась на этом продукте и оттенки мы создаем на основе этой химики на основе этих двух химических формул так ну и в конце всегда подпиливаем свободный край потому что база гель-лаковая да и гель неважно всегда чуть-чуть на подскакивают по торца чтобы торцы были не излишне тонкими поэтому чуть-чуть подбираем вот обратите внимание настолько отсутствует дисперсия ее практически там нет что по факту мы даже не обезжирили вот подпилили как таковой дисперсии нет кто спрашивал можно сразу смело начинать делать тот же стендинг вот что можно попробовать обезжирить кстати и наклеить шарниконы единственно конечно если навод на основе слайдера это в любом случае нужно для дисперсии нанести топ слайдер а так с точки зрения быстрого дизайна покрытия декоративного конечно с базами очень удобно делать когда у них сухая дисперсия это факт потому что втирки классно наносить с пигментами очень комфортно наносятся пигменты убираем пылечку скажите по жесткости похоже на эйсбэйс да похоже хард именно похоже очень на эйсбэйс именно по жесткости и финиш берете уже любой какой вам мы праймом сегодня работаем правим очень хорошо запечатывает торцы прайм топ будем наносить по одному ноготочку чтобы топ не успевал соскочить с торца чтоб не подскакивал поэтому последнее движение под лампой вы проходите запечатываете торцы дополнительно и уже в лампу время на самом деле вы не теряете много там достаточно 3-4 секунды и можно уже следующий ноготь покрывать эйсбэйс можно также тонко наносить как жесткую гамму да можно эйсбэйс тоже позволяет себя использовать в тонкий слой что у него эйсбэйс тоже жесткий каркас вот у гамма бейс тоже как раз формула хард есть это классное свойство то что в небольшую толщину дает хороший жесткий каркас нет хороший жесткий каркас ну юля щас покрывает финишем по одному ноготочку кто кстати уже покупал эти оттенки потому что вот я в запрещенной осетит не так давно проводила эфир буквально час назад и многие мастера уже писали кто-то даже уже купил и эти оттенки пробовали то кстати пробовал оттенок получается сейчас у нас наличие есть 1 и 3 до бирюзовые и розовые кто пробовал вот кто уже может кстати сравнить гамма бейс каучук или гамма бейс хард и жду кстати от вас обратную связь обязательно будем ее потихоньку собирать какая формула больше заходит я конечно считаю что должна быть это это формула что часть оттенков нужно выпускать более жесткими часть оттенков нужно делать все-таки более каучуковыми так вот что за чудесный мастер который творил классные дизайны левой рукой да это юля вижу тебя очень узнаваемый почерк я даже никогда не обращаю внимание это человек левша либо правша люди видят так они сейчас в объеме 9 миллилитров будет ли 15 конечно будет но опять же это будет позже понятно по объемам закупок вот те цвета которые будут лидировать будет понятно что там хорошие продажи тогда есть смысл фасовать уже большие объемы вот но в любом случае большие будут конечно вы же знаете это не всегда происходит сразу всегда сначала продукт тестирует продают а потом уже понятно делать ли его в большом объеме окно в принципе у нас уже давай две руки сразу сделайте вот так дизайн кстати может выглядеть и таким способом когда как такового технически дизайна дизайна нет но дизайн он присутствует вот в таком нестандартном покрытие до когда вы взяли и сделали разноцветные парные ногти все наш клиент готов к морю еще раз сейчас фотографируете номера оттенок оттенков они есть уже на эми шоп они есть уже у дистрибьюторов поэтому кто работает с менеджерами по работе с салонами красоты тоже спрашивайте и оставляйте заказ всем большое спасибо за внимание жду от вас обратную связь сравнить по характеристикам гамма-бэйс каучук и гамма-бэйс хард что больше вам заходит спасибо татьяна за обратную связь всем спасибо всем пока пока хороший рабочий а база белого цвета будет жесткая до следующая коллекция вот это бледнятинка я назвала она тоже будет гамма-бэйс хард гамма-бэйс хард опять же где мы смотрим описание это хард либо эластичная база в карточке товара будет все написано там вот прям есть текст хотите я вам прочитаю смотрите как звучит например карточка товаров я беру с 5 по 10 точно мы сегодня работали будет звучать так более жесткий материал образует более прочный каркас после полемизации она не обладает каучуковыми свойствами а та которая гамма каучук будет написано образует жесткий каркас подстраиваться под гибкость натурального ногтя пластины уникальный баланс жесткости и гибкости вот это более будет пластичная эластичная гибкая база поэтому читайте описание и спрашивайте у менеджеров это каучуковая либо это хард всем спасибо большое за внимание или тоже спасибо всем пока всем пока пока